Друзья, друг мой, однажды ты взял меня под своё крыло и в свои чемоданы, чтобы объехать весь мир. С тех пор, как ты ушёл, я не перестаю думать о тебе. Эта наша дружба, профессиональная и творческая, в течение двадцати лет, позволила мне лучше узнать тебя. Для поколения танцовщиков ты был богом танца. Ты вознёс это искусство на самую большую высоту. К тебе было особое достоинство, свойственное только несправедливость. Жизнь твоя была танца, и танец была твоя жизнь. Ему ты отдавал всю свою энергию. В двадцать три года ты принял непростое для тебя решение. Погибать навсегда Родину, без возможности вернуться на неё, ты идут в свободу. Свободу обогрещаться всеми культурами и танцами всего мира. Ты оказал огромное влияние на многих танцовщиков красотой, простотой жеста, величием, магнетизмом, которые наполняли твои движения. Ты отдавал нужное современным хореографам и уважал молодых хореографов. Ты любил, что сказать о твоём собственном величии, таком великолепном, мощном, таком элегантном, живом, заставляющем нас испытывать в чём-то комплекс неполноценности. Требуется особая доля героизма, чтобы решиться танцевать твоей партии после тебя. Ты любил жизнь, любил создавать праздник, но больше всего на свете. Ты любил танец, в тебе всегда была ностальгия по твоей стороне, хотя ты не говорил об этом. Ты не любил всю стену, ты всегда любил свою Россию, наследие, которое ты оставил после себя для новых поколений колоссально и исключительно. Ты всегда рядом с тобой, твой преданный дух, шар жут 2017 год. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Диана 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 Видите, что речь пойдет о балете Нуреев Еще раз, еще раз Большой театр Диана 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 Я сказала, он вышел еще раз. Все это связано с очень большим, с каким-то очень тяжелым, непростым, непростым, тяжелым путем к зрителю этого балета. Все-таки сейчас, когда прошел уже почти год с того момента, как его запретили, то есть не запретили, а сняли премьеру с... Ну, вернули билеты, короче говоря, нам, зрителям вернули билеты. Стало ли яснее для вас, Артур и для вас, Григорий, почему его в тот момент, в июле прошлого года, сняли с показа? Вот за год что-то прояснилось в этой истории? Ну, только подтвердилось. Подтвердилось что? Ну, во-первых, очень смешно сейчас, извини, Веночка, я чуть смею тему, ну, не смею, а акцент. Мне так понравилось, как ты нас представляла, то есть я так понимаю, что людей, которые просто видели этот спектакль, их уже выставляют как в зоопарке на всеобщее обозрение. Абсолютно! Они видели это! Конечно, потому что, возможно, что следующих уже не будет. От этого эфира, ну, считай, что, может быть, не имею особо морального, большое право рассуждать об алесе, потому что все-таки я веду музыкальную рубрику, посвященную пуху перьям и поп-музыке. Вот Николай Басков и Филипп Киркоров, извините, не к нуре его будет помянута. Хотя, в общем-то, там эстетически очень много общего иногда можно найти. Басков пел в большом центре. Тем более, что Басков загубил свое оперное, вообще-то, будущее возможное, потому что у него, в общем, были некие попытки. Ну, у него было начало, он мог развиваться либо в одном направлении, либо в другом. Он решил сесть одним местом на оба стула, вот, и получилось то, что получилось. Но оперный театр. Балет с балетом скандальным даже не потому, что что-то там режиссерское, неординарное, революционное и прогрессивное, извините за это слово, мысль, режиссера могла изобразить и чем-то потрясти устой. И, в конце концов, мы помним открытие Большого театра, премьерный спектакль Руслана Людмила, где голые дамы носились, значит, по сцене. Ну, Большой театр огребал, будь здоров за это. Поэтому ничего страшного. Не, ну, публика, кто-то хлопал, кто-то кричал позор, кто-то хохотал. Это было совершенно безумное, веселое, чудесное мероприятие, на мой взгляд. Да, а здесь мало того, что один неугодный несвободным трендом страны человек решил что-то сделать, еще и символ, но рейф это символ. Этот вот прыжок к свободе, ради которого, собственно говоря, я и пошел смотреть этот спектакль и был очень разочарован тем, что я этого прыжка к свободе там не увидел. Ну, не было, вот, не было энергии. В этом прыжке должно было быть, вот, нужно было собрать столько энергии, а получился какой-то вялый, вот такой вот дохленький. Вот как вот мы сейчас прыгаем вот к этой свободе, но это уже нюансы. Так, может быть, в июле он еще прыгал, а в декабре уже нет. Уже не прыгал. А сейчас мы смотрим еще более сокращенный прыжок. И вот, я думаю, возникла вот эта паника вся, где-то там, мы же не знаем где, нам же ничего не говорят, мы же только можем догадываться. У нас же Византищина. И я так думаю, что просто вот решили, а вот мы сейчас еще и эту премьерку-то и придушим чуть-чуть. Но там, видимо, возникло какое-то некое сопротивление, потому что мы же постоянно слышим про борьбу каких-то кланов. Вот, как выясняется, у нас есть какие-то кланы там вот где-то, вот под этими башнями Гремля, на которые никак не могут вернуть государственный герб России по главу Орла, что тоже очень странно. Значит, и там вот какие-то постоянно кланы или фракции. И вот, видимо, одна фракция, которая, может быть, Кирилл Серебренников или судьбы Большого театра были ближе, чем другой фракции. Что-то произошла, какая-то мышиная подковерная возня. Урин здесь сказал свое слово. И, в общем, как-то зубами, так как у нас еще не полностью не свобода победила свободу, да, а этот процесс, он вяло текущий, очень протяженный во времени, то как-то вот выгрызли этот кусочек вот в том необработанном, угловатом, недоделанном, абсолютно сыром виде. И вот кое-как решили, значит, ну хоть это, раз это пока возможно, вот каким-то образом это выкинуть, что называется, как в свое время выкидывали дефицитный финский сапогет. Подождите, хорошо, хорошо, во-первых, это уже вы выдвинули очень интересный тезис, который я прошу сразу же Григорию прокомментировать, в сыром, необработанном, это вы так эту постановку оцениваете, да? К сожалению, я ее так нашел, я, может быть, ошибаюсь, будучи специалистом по Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, но не по балетному искусству. Ладно, вам принижать свою роль и значение в оценках музыкального искусства. Ну я тоже, что балет не будет, и почему? Ну мне показалось, что Кирилл, если бы он в тот момент не был под домашним арестом, имел возможность совершенно в нормальном своем рабочем режиме довести эту работу до ума, мне кажется, что там очень много акцентов было бы по-другому поставлено, какие-то визуальные вещи были бы по-другому решены. Я так думаю, даже мешалась цензура, потому что, ну вы понимаете, это же настолько яркая история, в этой истории столько, извините меня, ну с точки зрения духовных скреп пошлого и похабного, мимо чего, в истории жизни Нулеева я имею в виду, и его сексуальная ориентация, и любовники, и все это замешанное, я думаю, что, зная Кирилла, он не мог пройти мимо всего этого, и безусловно. А это все вот как-то такими непонятными, какими-то полунамеками было представлено в спектакле, мне показалось, что сам режиссер как будто бы стеснялся, то есть он касался этой темы, и потом как-то отбегал, чуть-чуть необъяснимо для меня отбегал в сторону, где, казалось бы, надо было эффект усилить каким-то визуальным или драматургическим или режиссерским ходом, а этого ничего не было. И у меня в каком-то моменте сложилось впечатление, что были сделаны некие зарисовки, которые требовали потом дальнейшей проработки режиссерской, но человек просто не смог этого сделать, потому что ему просто связали руки, заломили их за спину, и в таком виде сказали, а вот теперь давайте мы сделаем премьеру. Хорошо, давайте тогда еще раз вот для справки скажем, сообщим нашему зрителю, сколько и чего было вокруг этой премьеры, и вы уже мне ответите, насколько это нормально, что ли, то количество раз, которые показывает этот балет. Итак, это же приходится выгрызать, вот вы говорите выгрызать, а не выгрызли кусочек, сырой кусочек. Зрителям приходится выгрызать для себя право, и возьму, я не случайно вас представляю, как живых свидетелей этого события, потому что выгрызать буквально по кусочку право посмотреть эту постановку. Сначала ее отменяют, нам всем возвращают билеты, у меня был этот билет. Кстати говоря, разница в билетах состоит в том, что на том билете был написан балет Кирилла Серебренникова, на этом уже написан балет Ильи Демутского. Тоже правомерно, потому что это композитор, тот постановщик, но уже немножко сместился чей? Ильи Демутского, он уже стал здесь, он имеет полное право, балет Чайковского, балет Демутского, все понятно, но тем не менее, та постановка была с акцентом на сценографа, на режиссера-постановщика, которого нет в балете. Ну и все шли на режиссера все-таки, послушайте. Да, шли на режиссера. Итак, его отменяют, потом билеты сдаются, потом объявляют две, и уже говорят, что ваши билеты не будут действовать. Вы в сентябре или в октябре, вы должны каким-то образом достать билеты на две постановки, которые случаются в декабре, и люди сходят с ума, и вся Москва бегает за этими билетами. Две постановки, на которые попали единицы, вот вы, например, и Григорий на репетицию. Теперь снова в марте клич, вот те счастливчики, которым повезет, они раскинут палатку возле Казбольшого театра, в интернет ничего не выкладывается, пишут в Фейсбуке о каких-то безумных очередях. Я пришла на второй день, никого не было, я спокойно взяла билет, вот на июнь. Но тем не менее, вы должны были быть в Москве, обязательно в Москве. Никакой дистанционной продажи. Если вы живете в Питере, вы должны были приехать в Москву, чтобы купить билет по своему паспорту. И вас пускали вот вчера только по паспорту. Три постановки еще отвоевали поклонники вот этого балета, который только что вышел. Все-таки я с вами поспорю. Значит, смотрите, когда, несмотря на то, что там, хотелось бы, конечно, на все пункты ответить. А вы на все, да? Может, я не все запомню. Я не подготовилась ни листочек, ни ручку. Значит, смотрите, вы говорите про то, что там приходится каждый раз это чуть ли не выхватывать и так далее. Но, посмотрите, вообще, премьерные серии, спектакли в Большом театре, они часто очень расходятся на полгода. И здесь ничего необычного нет. То есть серия там три спектакля и три спектакля в декабре, три в июне. Здесь нет ничего такого, чтобы было бы сверхъестественным. Когда балет сняли год назад, то там было много разных версий. Большой театр, надо сказать и надо отдать ему должность, умеет хранить свои секреты. Они даже, когда объявляют планы на сезон, то до самого момента пресс-конференции им удается хранить это все в тайне. Хотя мы понимаем, сколько человек во всем задействовано, сколько в другом бы театре раз были бы утечки, здесь нет. Так что и здесь ничего сверхъестественного мы не видим. Одна из довольно правдоподобных версий, что буквально накануне сдачи, год назад, режиссер заменил состав и выставил второй. И то, что было показано руководству Большого театра, действительно не совпадало с теми, выложенными потом в интернет фрагментами, которые производили, правда, очень сильные впечатления, но по которым судить, конечно же, о спектакле невозможно. Но очень хотелось пойти туда именно из этих фрагментов. И когда известный балетный критик пишет рецензию на видео, там, несколько фрагментов по пять минут, это, конечно, не очень профессионально. Поскольку мы сегодня говорим не только о Большом театре, но и о художественном, я считаю, что мы не совсем вправе судить сегодня о балете Нуреев. И здесь я с Артуром, пожалуй, соглашусь. Знаете, когда Олег Николаевич Ефремов умер, то Олег Павлович Табаков, возглавив художественный театр, одним из первых спектаклей, премьер, выпустил «Серондо Бержерака», спектакль, который начинал репетировать Ефремов, но в какой-то момент, к сожалению, ушел из жизни, и вот его выпускали. И тогда вот я позволил себе написать, что если бы Ефремов был жив, то этот спектакль мог быть и таким плохим. Но когда Ефремов уже нет в живых, такого плохого спектакля нельзя было выпускать, чтобы не подставлять и не омрачать память добрую об Олеге Николаевича Ефремове. Я не хочу сказать, что спектакль Серебренникова плох или что-то еще, хотя он мне не понравился, но судить об этой премьере всерьез, мы, мне кажется, не имеем права, потому что не было окончательной режиссерской версии. Мы не видим спектакль, который бы режиссер посмотрел и сказал, да, здесь они не так станцевали, здесь все, ну, конечно, режиссер всегда недоволен, но, тем не менее, да, это спектакль, под которым я подписываюсь. Вы имеете полное право судить то, что вы увидели, вы увидели постановку, которая вам театр предоставила возможность ее посмотреть. Вы можете ее судить спокойно совершенно, эта постановка качественная, некачественная, она удалась, не удалась. Я повторю, я не балетный критик, у меня некоторые моменты в этом спектакле кажутся странными и неубедительными. Что касается гомосексуальности Нуриева, я не увидел здесь никаких недосказанностей, мне кажется, все вполне определенно. Но, значит, когда спектакль сняли год назад, то сказали, что премьера переносится на 18-й год, потому что, мол, нету никаких возможностей показать его раньше, все в графике Большого театра расписано. И поэтому появление декабрьской серии, оно как раз было неожиданным. Что касается июньской, она сразу же была известна в декабре, что следующие спектакли будут в июне, именно в эти числа. Вы сказали про то, что в интернете не продавалось, но очень часто Большой театр не все продает через интернет. Очень часто люди хотят купить через интернет, но продается все только вживую. И вот это вот... А что еще продается не через интернет? Я вот подскажите. Да очень часто, очень часто. Назовите мне спектакль, который вы не можете купить через интернет. Я не покупаю билеты в Большой театр, хожу как критик, но мне мои знакомые, которые покупают билеты, не раз говорили, что не выбрасываются в продажу, в интернет-продажу, что нужно обязательно являться лично. Что касается вот того сумасшедшего... Ну, было. Да, ну, я просто все, что хочу посмотреть. Я сумел доверять своим друзьям, которые ходят Большой регулярно по билетам. И ажиотаж на Нуреева был таким, что когда мы с женой шли на вот эту самую сдачу, то перед Большим театром тогда это были неименные билеты, потому что Спартан теперь ходит, борясь со спекулянтами. Вероятно, в России это единственная возможность побороть спекулянтов, так как по паспорту ходить в театр. Но вот нам предлагали по 250 тысяч за билет. Мы могли вот... Вы не продали? Нет, я хотел спектакль посмотреть. 500 тысяч вот так вот озолотиться. Это правда. Я смотрела специально для интереса цену вот на сегодняшний спектакль. 200, это правильно совершенно сумму называете, 210 плюс еще какой-то сбор 160 тысяч, то есть по 250 доходит даже через интернет. Ну, это уже перепродажа спекулянтов. Что касается самого балета, я повторяю, мне кажется, что... Да, мне очень нравится балет «Герой нашего времени» Кирилла Серебрякова, его, так сказать, дебют. И того же Димутского. И того же Димутского. Очень интересное их сотрудничество, мне кажется, началось. И там в «Герой нашего времени» было оправдано, причем очень убедительно, появление вот этих вот танцовщиков в инвалидных колясках. Но здесь, поверите ли, мне кажется, этому спектаклю не хватает немножко балета. У него очень мало танцев. И вот там в начале, когда идет сцена аукциона, то на сцене, примерно, человек 50. И, естественно, для балета любая массовка – это возможность, ну, какую-то пластическую партитуру расписать. Опять же, да, может быть, и режиссер не успел, и хореограф тоже, Юрий Посохов. Мы забываем о том, что это балет не только Кирилла Серебрякова, но и Юрия Посохова тоже хореографа. Но, понимаете, в этой массовке абсолютно нету пластики. Есть еще некоторые вещи, которые вызывают довольно серьезные вопросы. Ну, например, там есть такой танец. У меня это была не Захарова, а Екатерина Шипулина, тоже выдающаяся балерина. Это как бы такой... Письмородия, да? Да, такой партнерши Нуреева. А вот в Рим читают письма двух партнерш Нуреева. И читают письма Наташи Макаровой, и читают письма Алла Осипенко. И это две разных совершенно партнерши. И тональность писем совершенно разная. А танец Шипулиной абсолютно не меняется. Такого быть не может в балете. На мой взгляд. Ну, я с вами тут совершенно соглашусь, потому что я тоже этого... Вот не поняла этого хода, почему она одна. У меня была Захарова, Светлана. Это было великолепное совершенно исполнение танца. Но когда действительно два разных человека с разной тонацией, разные по мысли. Я с вами согласна здесь, да. Но что касается нехватки танца в этом балете... Ну, конечно, там были превосходные композиции, танцы, и в конце эта сцена... Номера. 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 Но вы считаете, что они не были связаны... Вот вам не хватило целостности всей этой постановки? Ну, я понимаю. Вот насколько я имею право... Да. Имею право... Имейте, имейте. ...досудить о спектаке, который не выпущен... Да, постановочек. Давайте посмотрим. Вот как вчера встречала публика, вот вчерашнее представление. Это я снимала, вот, телефоном, ну, в таком виде, конечно, в любительском. Но посмотрим вот эти аплодисменты, овации. Это уже, это уже в самом-самом... Вот это уже самый конец, но это было пять минут бесконечных оваций, бесконечного счастья и уважения, которое оказывали... Вот, оказывала публика исполнителям. Алла, я все-таки вас хочу спросить. Вы еще пока не видели, но я спрошу. Вы ведь рецензии читали. Я читала невероятно хвалебные. У меня великолепные впечатления от этого спектакля. Я читала рецензии очень хвалебные. Вы как отнеслись к сумме этих отзывов об этом спектакле? Какое вы для себя составили впечатление? Не по спектаклю, а по оценкам, которые ему давали. Вы знаете, я хочу начать с того, что извиниться в какой-то степени перед теми, кто нас слушает и смотрит. Слова пошлые и похадные, я надеюсь, у моего коллеги относились не к человеческой сексуальной ориентации, которая сама по себе не может быть ни пошлой, ни похадной, а к чему-то вокруг. Я на это надеюсь и прошу прощения у всех, кто нас слышит и смотрит. Нет, я извиняюсь, я тогда уж влезу. Это было сказано в кавычках. Я удивлённо, что вы этого не поняли. Я же сказал, с точки зрения духовных скреп, мы прекрасно все знаем, что такое духовный скреп, поэтому если вы не очень поняли мою иронию... Тогда я прошу прощения за одной у вас. Окей. Я была, к сожалению, не в Москве, я преподавала студентам в другом городе, как раз когда в декабре была возможность это посмотреть, и также была не в Москве, когда это было в июне. К сожалению, я тот человек, который всё пропустил. Действительно, я читала многие рецензии. Более того, у меня дома есть человек, который видел этот балет. Ещё один ваш. Совсем молодой человек, который видел этот балет и плакал, мало что зная про Нуреева, но поняв, что происходит на сцене, и до сих пор, полгода спустя, хранит колоссальное впечатление, которое этот балет даёт. Вместе с ним я хочу сказать, что ведь Кирилл не делает балет или оперу, Кирилл делает спектакль. Современный театр — это искусство синтетическое. Оно вбирает в себя всё. Театр — самое жадное из всех искусств, как известно, такой пылесос, он вбирает в себя все лучшие достижения современного искусства. Поэтому мало балета или много, я не могу судить, как невидевшая. Но Кирилл делает спектакль. Недаром, поэтому он делает спектакль не только как режиссёр, но и как художник. И любит придумывать костюмы. И так далее, и так далее. Я предлагаю, уважаемые коллеги, посмотреть мнение. Мы записали вчера мнение зрителей, которые посмотрели спектакль. Но по поводу башен Кремля, вот здесь написано в этой книжечке, которую вчера мы покупали, что этот проект осуществлён при поддержке Романа Абрамовича финансово. И может быть, это как раз была та башня, которая смогла этот проект всё-таки спасти. Ну, такая версия, да. Она звучала, что это было пожелание человека, который сегодня вкладывает едва ли не самые большие деньги, как частный меценат. Я в ряде... Ну, в данном случае, можно сказать, уже инвестор в Большой театр. И, кстати говоря, вчера он был. Мы видели его на этом спектакле. Не в первый раз. Вместе. Ну, вот я видел его в первый, потому что я не хожу так часто. Потому что он был на... А, не в первый раз на этом. Тогда вы знаете, это значит, он не первый раз, и он был с Дарьей Жуковой. Вот всё, что я могу сказать по этому поводу. Нам всем это очень интересно. С кем он был. Вы знаете, что это очень интересно, потому что с учётом того, что считается, что эти люди уже разошлись. Мы рады, что они сопроводили хорошие отношения. И вот они вместе смотрят эту постановку. Теперь слушаем, что говорили люди, которые выходили из театра вчера. Спектакль очень интересный, очень смелый. Ну и, не знаю, музыка, декорации великолепно. На мой взгляд, это одно из первых моментов, когда открыто заявили о том, что люди уезжали из России и признали, что это было. И второе, обращение к тому, что нетрадиционная ориентация главного героя, смело об этом заявить на сцене, не очень характерно для нашей страны. Во-первых, большая благодарность режиссёру. Серебряников просто гений, считаю. Этот спектакль будет просто, я думаю, вечный. Замечательный. Спектакль – это совершенно достоин, но в самых лучших оценок, каких можно. И никаких тут, я не знаю, никакой тут профанации, никакой рекламы, каких-то других там отношений и так далее. Это нормальный человеческий, великолепный спектакль, а трагедия – гения. Действительно гения, да. Совершенно грандиозный, потрясающий. Это лучший балет, который когда-либо мы смотрели. Вот поэтому мы пришли второй раз, первый раз полгода назад, когда он только вышел. Здесь много было минусов не из-за политических ситуаций, а из-за самой постановки. В той постановке, которую сняли, которую переделывали, было там обнажённое фото Нуриева. Да, оно есть в интернете. Да, его легко можно найти. Да, это была действительно скандальная фотосессия. Но, наверное, всё-таки это нет для Большого театра. Наверное, классический балет и классическое искусство, которое мы привыкли видеть в Большом театре, оно всё-таки более возвышенное. То есть это более живое, более какое-то духовное. Нет слов, наверное, я недостойна, потому что это невероятно. Это спектакль, опера, балет, это картина, это вообще всё вместе, это история. Это вообще невероятно, как здорово. Так, скажем, сначала мне говорили, что там много таких сцен, которые могут затронуть чьё-то... Ну, я пытаюсь подобрать слова, я думаю, что вы мне понимаете. Чьи-то чувства. На самом деле всё очень деликатно, очень красиво. Никакого там сильно обнажённого ничего нет. Всё очень достойно. Я думаю, что он будет, этот балет, на основной сцене, в репертуаре, на постоянной основе. Я уверена в этом, потому что такую красоту прятать нельзя. Балет замечательный, это целое синтетическое шоу. Спасибо большое, Кирилл Семёнович. Дай Бог ему здоровья и удачи. И свободны. Я не знаю, у меня никаких чувств нет, потому что я считаю, что этот спектакль просто не может вызывать никаких чувств. Мне кажется, что это вообще ни балет, ни опера. Я не понимаю даже вообще, на чём я присутствовала. Балаган. Что это не спектакль, во-первых, ни уровня Большого театра. Это набор каких-то, ну не знаю, зарисовок. Единственное, что, может быть, меня зацепило, это вот воспоминали балерины. Вот Натальи Макаровой там и, по-моему, Алла Осипенко. Вот это единственное, что как-то вот зацепило. Всё остальное, ну просто. Пьеса произвела впечатление огромной свободы. Свободы, начиная с того, что изначально на студентов выделяли 80 билетов, а в конечном итоге пустили всех, кто желал. И заканчивая тем, что люди аплодировали минут 20 после окончания спектакля. И мне кажется, это волшебным, это проявление свободы в нашей стране. Я как раз хотела сказать о Кирилле. Чудовищное событие о том, что такого, такое явление, это даже нельзя назвать балетом. Это можно назвать просто явление, где есть балет, опера, где есть и чтение. Это событие, которое проходит без него. Это чудовищно. Всё выверено до тонкостей. И балеты, и оперы, и драматургия. Никакой пошлости. Я в большом впечатлении рекомендовала бы всем. Я думаю, что ещё раз скажу, когда, знаете, нужно немножко настояться. Были небольшие широковатости. Я думаю, что чуть-чуть попозже, может быть, в следующий сезон, с удовольствием скажу ещё раз. Я думаю, что это явление, в общем-то, в искусстве. Это даже не балетное искусство. Это, так сказать, комплекс, комбинированный спектакль. Это синтез, это драма, это балет. Это действительно настоящая история о совершенно необъектном человеке, который очень близок к России. Несмотря на то, что жизнь его была совсем нелёгкой. Очень жалко, что Серебренникова не было на сцене, и он не слышал той радости и тех оваций, которые были в зале. Всего хорошего. Мне очень понравилось. Мне кажется, это балет о балете. И он точно войдёт в историю. А ещё мне понравилась очень музыка. Мне кажется, что я никогда не видела джаз и папури из Лебетиного озера в Монде и всего остального. И Жизеля, да. И я видела впервые, как балерун дирижировал. Мне кажется, это восхитительно. Последняя сцена была потрясающей. Мне очень понравилось. Мне кажется, это какой-то несколько новый жанр, когда в балете мы видим очень много театра. И, возможно, это даст толчок к таким же постановкам. Вас судьба Серебренникова волнует или всё рассосётся? Мне кажется, что судьба его волнует, конечно же, любителей театра и его поклонников. И, безусловно, поклонников его творчества. И поскольку мы поклонники этого спектакля, мы поклонники его творчества, и нам это не безразлично. Но мне кажется, что всё рассосётся. Что он был подо мной, чем под следствием? Я! Я! Пошли! На мой взгляд, сырой спектакль. Сценография не очень удачная. Но это, на мой взгляд, не хватает хореографии. Драматургия такая спектакль спутанная. И, конечно, слабовато партия Нуреева. Не хватает хореографии? Ну, вы знаете, что трудно комментировать то, что ты знаешь только по прессе, не знаешь изнутри. Поэтому всё остальное – это будет просто размышления на тему. Хочется поругать власть, конечно, заступиться за художника. Но то, что Кирилл Серебренников талантлив, это одно другого не исключает. Но в конце один из, по-моему, балетмейстер, постановщик вышел на поклоны с майкой, на которой был портрет Кирилла Серебренникова. Это действительно премьера десятилетия. Ничего подобного я не видел ни в России, ни в мире. Это просто какой-то новый шаг в мире балета и музыки прежде всего. Потому что главное в этом произведении – это музыка к гениальному, на мой взгляд, Димутскому, который продемонстрировал, что есть надежда, что в нашей стране появится, сформулирую скромно, композитор, которым мы будем гордиться перед всем миром. Когда для нас может быть что-то неизвестное во внутренней жизни Большого театра. Но представить себе, что Владимир Георгиевич Урин, генеральный директор, до последней минуты ничего не знал, а потом пришел на генеральный прогон и сказал, так, давайте вот это поправим, вот это поправим. Нет, конечно, узнал. Но дело в том, что на генеральный прогон пришел не он один. Пришли другие люди. Может быть, кто-то не пришел, а услышал о том, что там слишком откровенные танцы. Это все провокация, готовится оскорбление чувств. Понимаете, вот я все-таки исхожу из презумпции невиновности не только Кирилла Сребникова, но и Владимира Георгиевича Урина. Он достаточно не только опытный, но и смелый театральный менеджер. Он очень много что впервые сделал, каких хореографов и какие имена. И не забудем, что это именно он выпустил спектакль «Сон в летнюю ночь» Бриттона в музыкальном театре Станиславского и Невровича Данченко. И когда он считал нужным проявить жесткость как менеджер, как директор театра, он это делал. Поэтому если бы он... И потом он не тот человек, который держится за эту, в общем-то, очень приятную, очень почетную, но очень нелегкую должность. Если бы он считал, что вмешательства в дела театра настолько велики, что лучше, чтобы спектакль вышел таким, а не другим, я уверен на сто процентов, что он бы сказал, да, мне нравится работать, я умею работать, но я ухожу, потому что мне не нравится. Я вот читала отклики на этот спектакль, ведь тема такая была среди людей, которые его гнобили. Этот спектакль, это же довольно была такая мощная кампания против него, что это балет о предателе. И я даже слышала интервью одного радиоведущего с ведущим российского государственного канала Константином Семеном, который обсуждали, что и все, кто пришел на него тогда в декабре, вот, Артур, вы были среди них, тоже предатели Родины. Что такая предательская, кремлевская, вот вся эта тусовка, она тоже очень гнилая, она только кажется, что она там гнобит либералов, демократов, а на самом деле у нее та же гнилая предательская суть у этой тусовки. Вот предатель Родины, предатель Родины, это вот сквозной нитью, что Большой театр тоже предатель Родины, потому что он делает героя из предателя Родины. Да ну всех сжечь, надо уже просто на Большом костре, на Лубном месте, на Красной площади. И успокоиться вместе с Абрамовичем, который дал денег на этот предательский спектакль, предательскому балету и предательскому театру. Продолжение следует...